Виктория Боня, бывшая участница проекта Дом-2, а сейчас успешная модель, бизнес-вумен и блогер. Девушка живет в Монако, воспитывает дочь от наследника ирландского миллиардера и охотно делится секретами своего успеха с подписчиками в Инстаграме. Виктория пропагандирует здоровый образ жизни, ведет бьюти-блог и гордится тем, что ее советы помогают людям стать добрее и лучше. Детство и юношеские годы. Виктория родилась в сибирском городке Краснокаменск в семье шахтера и медсестры. Боня, ее настоящая фамилия, хотя многие поклонники уверены, что это псевдоним. Отец, Анатолий Федорович, ушел из дома, едва малышке исполнилось два года. Он исправно платил дочерям алименты. У Вики есть старшая сестра Ангелина, присылал на дни рождения поздравительные открытки, но в воспитании особого участия не принимал. Девочек растили мама Галина Ивановна и бабушка Зоя, которые изо всех сил старались обеспечить им достойное будущее. Обстановка в Краснокаменске была специфическая. Вокруг города располагались урановые рудники, на которых трудились заключенные из многочисленных исправительных колоний. Контингент жителей был соответствующий, и Вике уже в достаточно раннем возрасте пришлось учиться жить по понятиям. Большую часть времени она была предоставлена самой себе. Мать с утра до вечера пропадала в больнице, позже занялась челночной торговлей. Девочки оставались на попечении бабушки, которая тоже много работала, и не могла уделять им достаточного внимания. Чтобы заработать на карманные расходы, они собирали и сдавали стеклянные бутылки, и на эти деньги могли позволить себе билет в кино или мороженое. В отличие от тихой и спокойной сестры, Вика росла настоящим пацаном в юбке, всегда могла постоять за себя и за словом в карман не лезла. В школе своим поведением доставляла учителям немало хлопот, да и отличные оценки в дневнике случались крайне редко. Мальчишки ее уважали и побаивались, а девочки откровенно завидовали, обзывали губошлепкой и строили козни за спиной. Вику это не слишком расстраивало. С седьмого класса она четко знала, что не останется жить в этом городе и при первой же подходящей возможности уедет в Москву. Так и случилось. Сначала в столицу переехала Ангелина, которая была на два года старше, а за ней уже перебрались и Вика с мамой. Они без сожаления расстались с родным городом, где в середине девяностых уже стало небезопасно даже просто ходить по улицам. Участились случаи грабежей, девушек насиловали, парни спивались и погибали в бандитских разборках. Поэтому переезд в Москву был для семьевики единственной возможностью вырваться из хаоса и нищеты и начать жизнь с чистого листа. Первые шаги в столице. В Москве Боня сначала устроилась официанткой в кафе на Старом Арбате. Затем работала кассиром в Лото Бинго на Цветном Бульваре и секретарем в компании по продаже металлопластиковых окон. Параллельно училась на экономическом факультете в Институте пищевых производств МГУП, который успешно окончила в 2003 году. Виктория пробовала себя в качестве модели, участвовала в конкурсе «Краса России», а в 2001 году представляла страну на международном конкурсе «Мисс Земля», проходившем на Филиппинах. В финал девушке попасть не удалось, зато она весело провела время и обзавелась влиятельным поклонником. С его помощью она отправилась в Соединенные Штаты, где организовала небольшой бизнес и выучила английский язык. Вернувшись в Москву, Вика поступила в высшую школу кино и телевидения «Останкино», где получила профессию теле- и радиожурналиста. «Дом-2» и другие телепроекты. В мае 2006 года Боня прошла кастинг на проект «Дом-2» и стала его участницей. Причем на проект девушка пришла ради развлечения, она не искала славы, потому что по ее словам, уже была известной фигурой в столичной тусовке, да и не подозревала, что останется на периметре на целый год. Она тут же закрутила роман со сторожилом проекта Степаном Менщиковым, чем вызвало недовольство его бывшей пассией Алены Водонаевой. Между девушками постоянно возникали скандалы, но Боня достойно держала удар и ни в чем не уступала Алене, славившейся крутым нравом. Со временем Водонаевой пришлось признать Вике равную себе соперницу, хотя до этого она считалась безусловной королевой проекта и одной из самых ярких его участниц. Зрители с неизменным интересом наблюдали за противостоянием девушек, им нравилась открытость Вики, ее простота и легкий веселый характер. При этом Боня всегда могла отстоять свою точку зрения, иногда и при помощи кулаков, и умело противостояла интригам, которые плела вокруг нее коварная Алена. Виктория провела на телестройке 338 дней и покинула проект на пике популярности. Благодаря Дому 2 она стала узнаваемой медиаперсоной, что помогло ей и в дальнейшем продвигаться в этом направлении. Спустя несколько месяцев она вновь появилась на канале ТНТ, на этот раз в качестве соведущей Стаса Пьехи в программе Казмопалатон. Видеоверсия. На кастинге Виктории пришлось снова столкнуться со своей конкуренткой Аленой Водонаевой, которую тоже рассматривали на роль ведущей. Алену не взяли, что естественно рассорило девушек еще сильнее. Водонаева намекнула, что Боня получила эту работу через постель, чем спровоцировала новый виток в их многолетней войне. Виктория категорически отмела эту версию и объяснила очередные выпады Алены обычной завистью к более успешной сопернице. Подробностями этого конфликта Боня поделилась в интервью Рамини Эсхакзай, которая вышла на YouTube-канале «Ходят слухи». После закрытия программы Казмопалатон. Видеоверсия Боня перешла на канал MTV Россия, где стала соведущей Таира Мамедова в развлекательном шоу «Лав машина». Вика участвовала и в других проектах канала, а пиком ее карьеры на MTV стало участие в популярном реалити «Каникулы в Мексике». Во втором сезоне Вика сменила на посту ведущей свою заклятую подругу Алену Водонаеву, которая вела себя по-хамски. Появлялась в кадре в нетрезвом виде и даже позволила себе интрижку с одним из участников. Конечно же, Боня не упустила возможности уколоть соперницу, пообещав не уединяться с мужчинами в туалетах. Вика также не забыла отметить, что как примерная мать привезла в Мексику маленькую дочь, в отличие от Алены, которая оставила своего сына в Москве. Вернувшись с проекта, она продолжила работу на телевидении. Вместе с Николаем Басковым и Тимуром Родригезом вела на РУ, ТВ, ежегодные музыкальные премии, участвовала в программе «Красота» на заказ на домашнем. В 2013 году Виктория вышла в финал спортивного шоу «Вышка на Первом канале» и оказалась единственной девушкой, которая смогла составить достойную конкуренцию мужчинам. Несмотря на боязнь высоты, Боня сумела проявить невероятную силу характера и часами пропадала на тренировках, стремясь добиться наивысшего результата. Это не единственное экстремальное шоу в карьере Виктории. В 2016 году она участвовала в спортивном проекте Первого канала «Без страховки». А в 2019 году засветилась в популярной приключенческой телеигре «Форт Боярд». Виктория неоднократно снималась в отечественных фильмах и сериалах. Ее можно увидеть в молодежных ситкомах «Универ» и «Барвиха», комедиях «Восемь первых свиданий» и «Мексиканский вояж Степаныча». «Боевике. Максимальный удар». В 2008 году Боня стала героиней нашумевшего клипа «Тимати. Не сходи с ума». Позже участвовала в съемках видеороликов на песни Димы Билана, Мити Фомина, Егора Крида и певицы Максим. Модельная карьера и бизнес-проекты. Если на родине Боня больше известна как медийная личность, то в мире ее знают как успешную модель и амбассадора различных брендов. Она была лицом таких марок, как Карло Ромелоу, Бласом, Филипп Плин, Том Фарр, Джейкоб Эндко, Дэниел Бенджамин, Лав Репаблик, Ап Монакоу, Меладе Пэрис. А для ювелирного дома Роберто Браво даже создала собственную коллекцию украшений. С 2018 года Виктория выпускает линию джинсовой одежды «Виктория Боунья Джинс», а до этого она продавала купальники, которые сама же и рекламировала. Девушку не раз ловили на чрезмерном увлечении фотошопом, из-за чего представленные ее изделия не соответствовали реальности. К тому же ее одежду не раз уличали в откровенном плагиате. Например, одно из платьев Бонни напоминало платье дизайнера Беллы Потемкиной, при том, что стоило в два раза дороже. Впрочем, к скандалам Виктории не привыкать. Она неоднократно принимала участие в откровенных фотосессиях. А в 2014 году Алена Водонаева слила в сеть интимные фотографии Бонни со Степаном Менщиковым, сделанные на проекте «Дом-2». Вика категорически отрицала свою причастность к этим снимкам, подала в суд на опубликовавшее их издание и сумела выиграть процесс. Но Алена продолжает настаивать на подлинности этих фотоматериалов и не скрывает, что обнародовала их намеренно, чтобы насолить соперницы. Таким образом, Водонаева отомстила Бонни за то, что та рассказала представителям СМИ о ее внематочной беременности. Скандал был замет, но Вике долго пришлось оправдываться перед семьей своего гражданского мужа Алекса Смерфита. По этой или какой-то другой причине, Алекс так и не женился на матери своей единственной дочери, хотя Бонни утверждает, что и сама не была заинтересована в официальном браке. Личная жизнь Виктории Бонни. Бонни часто говорит, что никогда не использовала мужчин в корыстных целях, а все ее романы строились исключительно на любви и обоюдной симпатии. При этом девушка не скрывает, что ее поклонники – весьма состоятельные персоны, которые дарят ей роскошные подарки и оказывают материальную поддержку. Переехав в Москву, 17-летняя Виктория закрутила роман с банкиром Евгением Суворовым, с которым познакомилась в ночном клубе. Мужчина был женат, но через 9 месяцев ушел из семьи и поселился под одной крышей с юной пассией. Он открыл Вике мир, возил отдыхать на дорогие курорты и не жалел денег на подарки. Через 5 лет у Евгения начались проблемы с законом, и он угодил в тюрьму за хранение кокаина и связи с криминалом. Вика Степлом вспоминает о бывшем возлюбленном, благодаря которому она получила долю в агентстве недвижимости и обзавелась нужными связями в московском Бомонде. Следующим бойфрендом девушки стал владелец компании «Главпродукт» Сергей Говядин. Их роман продлился недолго. Законная супруга, узнав о похождениях своего благоверного, быстро вернула его в семью, а Вике досталась квартира в Москве, подаренная щедрым любовником. За бурный лав-стори Бонни со Степаном Менщиковым имела возможность следить вся страна, их пара стала одной из самых ярких на «Доме-2». После ухода с проекта Вика закрутила роман с форвардом московского «Спартака» бразильцем Велитоном, с которым ее познакомила спортивный журналист Надя Тухтарова. Их отношениям помешал тренер Валерий Карпин, который был недоволен, что спортсмен нарушает режим, употребляет алкоголь и проводит ночи напролет в развлекательных клубах. Но больше всего обсуждений вызвал красивый роман сибирской золушки с сыном миллиардера Алексом Смерфитом, который стал отцом ее дочери Анжелины. Со своим сказочным принцем Виктория познакомилась на одной из гламурных вечеринок, где парень отчаянно скучал в окружении светских див. Бонни же почему-то проигнорировала его, и это заинтриговало избалованного женским вниманием парня. Раздобыв телефон девушки, Алекс пригласил ее на ужин, и сам не заметил, как попался в сети красавицы. Правда, родители юноши долго не одобряли выбор сына, но когда Вика забеременела, сменили гнев на милость. На последних месяцах беременности Бонни перебралась в роскошный особняк Смерфитов в Монако, где планировала в скором времени стать полноправной хозяйкой. Но скандал с интимными фотографиями докатился и туда, и репутация потенциальной невестки оказалась безнадежно испорчена. После этого Алекс и Вика переехали в отдельную квартиру, а в 2017 году тихо и мирно расстались. По версии Бонни, причиной разрыва стала инфантильность Алекса и его неготовность к семейной жизни, а также ее занятость по работе и частые отъезды. Вновь обретя статус свободной женщины, Бонни начала встречаться с американцем Аленом Джеффри Бейером, и даже переехала к нему в Лос-Анджелес. А следующим избранником бывшей звезды Дома-2 стал французский миллионер Пьер Андюран, с которым она в 2018 году позировала фотографом на красной дорожке Каннского фестиваля. Через несколько месяцев Виктория снова появилась в компании юриста Алена Джеффри Бейера, назвав союз с Пьером Андюраном обычным пиар-ходом. А осенью 2020 в ее инстаграме появились совместные снимки с Маратом Сафиным, намекающие на романтические отношения с теннисистом. Вика по-прежнему живет с дочерью в Монако, но в последнее время все чаще бывает в Москве, где по слухам, ей предложили стать ведущей обновленного Дома-2. После закрытия телешоу на ТНТ Валерий Комиссаров собирался возродить проект на другом телеканале. Виктория Бонни сейчас. Вика является активным пользователем соцсетей, через которые она продвигает свои многочисленные проекты. Количество ее подписчиков в инстаграме, более 8 миллионов, могут позавидовать Ольга Бузова, Ксения Собчак и даже многие западные звезды. Бонни охотно делится с фоловерами бьюти-секретами, проводит спортивные тренинги и ведет душевные беседы. Особенным успехом пользуется ее онлайн-курс «Женщина на миллион», в котором Вика дает советы, как полюбить себя, стать уверенной и счастливой, и притянуть в свою жизнь правильных мужчин. Бонни не скрывает, что и сама продолжает совершенствоваться в развитии, и не упускает возможность узнать для себя что-то новое. В последнее время она всерьез заинтересовалась исследованиями о работе человеческого мозга и подсознания, и даже прослушала курс лекций известного писателя Джона Кеха, специализирующегося на этой теме. Чтобы докопаться до глубин своего собственного подсознания, Вика отправлялась в джунгли Перу, где общались с шаманами, и участвовала в церемонии употребления напитка «Айехуаска». Две недели девушка не выходила на связь с подписчиками, и многие не на шутку встревожились, что ее могли растерзать дикие звери или съесть дикари. О своих играх с разумом Бонни рассказала Андрею Малахову в его авторской программе «Прямой эфир» и тут же попала под шквал критики противников употребления галлюциногенных веществ. Это не единственный скандал, который в 2020 году привлек широкое внимание к Виктории. Во время карантина, вызванного пандемией коронавируса, она неоднократно высказывалась об искусственной природе COVID-19 и непосредственной роли вышек 5G в распространении болезни. Вакцинацию она приравнивает к чипированию, ссылаясь при этом на мнения различных психологов и целителей, вещающих на просторах интернета. Огромный общественный резонанс вызвало высказывание Бонни о том, что пандемия поможет очистить землю, и если человечество вымрет даже наполовину, это только пойдет планете на пользу. Однако прошел год, и ярая противница чипирования была вынуждена привиться. Виктория живет в Европе, и отсутствие прививки создало серьезные препятствия не только для путешествий, но и для работы. «Выбора у меня не было», – оправдывалась перед подписчиками женщина. Впрочем, в той же публикации она опровергла сложившееся о ней мнение. По словам Бонни, она против не вакцины, а принудительной медицины, ведь выбор должен быть у каждого. Она укололась американской вакциной Модерна, и за исключением стандартного легкого недомогания после прививки, чувствует себя хорошо.